здорово ну что ж день добрый и вот наконец-то вышло 1 dlc анатомик hard вот надеюсь мне слышно хорошо надеюсь звук будет в игре тоже хорошая вроде бы все понизил там не знаю ну короче заходим новый истребление играть ну и на среднем конечно обычные сложности вообще надеюсь что это будет лся не на 12 часа ну блин по крайней мере на 6 часов потому что она и стоит с эти очень мало в отличие от других вот делся для блять 3 часа 2 часа блять спасибо особенно вот обитель зла это пиздец нахуй полтора часа два часа стоимость практически блять full price конечно говнище вот но здесь всего лишь отдал 400 рублей и надеюсь это будет не один час и не два ну хотя бы пять пять шесть часов вот так вот я рассчитываю потому что если она так будет то блин ребята значит реально покажешь что блять мальчик вам надо вы и отправляетесь устроили тут самосу любимый мой я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко весь комплекс теперь только наш со мной ты можешь делать что захочешь это вори наши страсти любимый очаровательна любимый а а ты не утромим любимый настоящий маршал у тебя есть наша любовь наш маленький уютный в котором мы будем жить вечно и только вдвоем а обожаю тебя любимый а 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 Продолжение следует... Что сейчас за мистика? Подпою, подпою. С вами, конечно же. Продолжение следует... Так. Здесь нет ничего. У меня и способность-то нету, да, получается, Никит? И пушок, да? Да, блин, все мои калаши, то есть... Все, оружие мое пропало. Что, блядь, посрать, прессу? Это что еще за хаос? Леонора, отключи эту безумную чехарду! Не могу, любимый. Это часть защиты от протокола. Он отелится автоматически. И... Какая-то была прочь. Прогони вредную старуху. И протокол отключится сам. Опять какой-то пиздеж. Скорее... Скорее, у нас старуха воскресила, а это, сука, тварь. Так я дальше не пройду, и старуху вряд ли прогоню. Ты точно ничего не можешь сделать? Ооо, скучно. Хорошо, я поможу тебе. Чего бы ты сразу нормально себя не ведешь? Мы команда, сладкий. Оказывается, это очень интересно, помогать тебе. Была у меня уже одна такая команда. Угу, блядь, перчаткой звал, нахуй. Хуй не дрочила, блядь. В рот брала. А в итоге, нахуй послала. Так. Не, ну куда мне? Не, ну куда мне? Не, ну куда мне? подожди я чё блять я в ловушке что нет без храза сканер не заработать не слыша чё за хуйня ну и убрал я эту и как мне блять туда попасть сука все игра блять затупила ли чё блять он сам сейчас ходит да блять он серьезно чё вы все да это это финал блять финаль блять комедия нахуй заебись вот здорово блять а ты вниз не можешь а еще вниз блять спасибо нахуй так это вот сюда да ой здесь ты спусть блять сука тупая подожди это же блять одно и то же нахуй блять ковнища ебаная ты что давай вот вверх со мной то ты что сделала ошалела лучше бы ты просто его вынула я бы тебе спасибо сказал а так ты просто очередной манипулятор ебучий как же вы мне надоели так он не был бы я включен ты тварь или пыл вау пчао пау давай я пограю б instruments пау пи 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 сейчас попался науговоры ее сладкие страшная надели медома зель о элеонора Да как ни назови, я всё одно смерть с косой. Играются с тобой, да и пореши. Извиняюсь за выражение, сука. Что ты про неё знаешь? Немного на удивление. Я тут давно стаканы натираю. Посетители часто говорили, что она когда-то была что-то вроде психолога. Неожиданно. Байки про неё ходили, мол, в ремонтный шкаф новые алгоритмы подлили. Искусственный интеллект. Но система долго не простояла. Людей то в панику, то в страх, а кого-то в глубокое смущение бросало от общения с ней. И проект закрыли. Да вот снова объявилась. Да, сука. Простите за бедность речи. Бедность. А я долго сопротивлялся? Да пил как рыба. Зашёл в шалман, заказал 200. Сначала весело сидел, потом смотрю, в глазу слеза, забармотал что-то. Может, с воспоминаниями справлялся. Может, как раз с этой шлёндрой у себя в голове. Шёл и не видели тебя. А потом она всех порешила, сука, простить. Что тут произошло? Уже боя-то кто-то Семеногов выпустил, потом Шиза взбесилась. Вот так вот прям Шиза? Да. Мы и сопротивляться хотели, но ведь не бойцы. Бойцы как раз против нас и пошли. Роботы-то. Такой хаос поднялся. А эта злазнолюбивая Рыщеколда выловила каждого по отдельности и порешила. Сука. Вот так. Да. Много людей погибло? Немного, но все. После сбоя коллектива ведь не каждый решился вернуться на рабочее место. Кто-то просто умер, сам знаешь. Тем, кто выжил, потребовалась реабилитация. Гостиница полная была. Ебучие пироги. Да кто ж думал-то, что вот так вот подряд техника будет сбоить? Хе, сука, смешно. Ебучие пироги. И нелепо. И, извините. Да, вредная привычка, избавляюсь. Сам недавно осознал. Ебучие пироги, блядь. Хе-хе, сука. Что ж, пойду играться. Прости, товарищ. Хе-хе-хе. Ну, блядь. Ебучие пироги. Надо что-то делать. что за черви какие любимый мой я забрала тебя в наше уютное семейное гнездышко весь комплекс теперь только наш никого здесь нет и не будет никто не помешает нашему счастью мы вместе навсегда а ну да конечно так а что за старуха абазина что ли о да дорогой объясни ей что она в пустую тратит время не 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 баба зина нормальная ну вот возьми эту гостиницу легкую комфорт 5 звезд обслуживание 5 звезд эстетика 5 разнообразие услуг снова 5 окружение ну тоже 5 после того как наука все преобразила даже ругать нечего хоть профессия завязывай вот тебе и призвание заведение общепита и отдыха оценивать что там теперь оценивать я бы в ресторанное обозреватели пошел так и готовят теперь собаки тоже везде отменно ну невозможно некого вздрачнуть куклы впрочем ладно пойду поговорю а ты запрись тут и никуда не выходи так так все более так сейчас нам будет прерваться потому что блин тебе это непонятно но я сейчас ухожу на работу но потом видео естественно типа соединю там музыка эта жизнь играет как только тебе удалось меня схватить нет перчатки нет защиты конч ты все правильно сделал милый да уж сам не нарадуюсь даже не знаю кто из вас хуже что мы слабкие из двух зол говорю выбираю то что еще не пробовал милая милая блять милаха милая бля sound ну нах Чё ж? Баба Секрет, мой импульзантный кавалер. У женщины должны быть свои секреты. Образумки, не беспокойся. Я надеюсь, мне не придётся. Вот же угораздило тут застрять. Это наш дом. Мы будем вместе его защищать. Не дом, а тюрьма-то хотела сказать. Ну, не зверь. Осторожно, не наступите на бумаги, юноша. Я же читаю. Да и в мыслях не было. Забавно, вы сказали, в мыслях не было. Что в этом забавно? Видите ли, все мои мысли после смерти посвящены мыслям. Я осознала, что горжусь своим разумом. Да, действительно, а хулить ещё и осознавать-то, блядь, дура старая. Да, конечно. Если честно, я даже... Тебя ещё боссалис, допустим. И читать можно, получать пищу для ума. Более, а ты в курсе, что у тебя мозг наху умирает, блядь. Дура сраная. Какая ты дура, блядь. Так. Или мне сюда? Нет, мне сюда, мне он туда, значит, получается. Так, мне вообще-то уже надо уходить. Так что дослушаем эту запись. Я эти животных любят. Захара бы он даже кошку завёл. Хе, никогда бы не подумал. Он о ней даже не распространялся. Но я лично видел Мусю. Харитон Родионович бывал отдыхалку, правда, недолго. Харитон, храс, сука. Он к нам всё больше с проверкой заглядывал. Тварь. Так, ну ладно, сейчас мы прервёмся, а потом я такой пи-пи-пи-пи соединю меня. Всё, спасибо. Всё, 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 всё. А что тебе не нравится, дорогой? Со мной ты можешь делать, что захочешь. Что ты хочешь. Вспомнить себя я хочу. Узнать, кем был, с кем был, а не торчать здесь с сумасшедшей бабой. Я самая лучшая баба, милый. Не обижай меня, у меня и зубки есть. Да что вы говорите? На предприятии животных любят. Захарову он даже кошку завёл. Никогда бы не подумал. Он о ней даже не распространялся. Но я лично видел Мусю. Харитон Родионович бывал отдыхал тут, правда, недолго. Занятой был человек. Иногда казалось, он к нам всё больше с проверкой заглядывал. Говорите, ваше вашество. Я вот что-то не вижу ремшкафа. Ты откуда вообще говоришь? Секрет, мой импозантный кавалер. У женщины должны быть свои секреты. А про зубки не беспокойся. Я надеюсь, мне не придётся тебе их показывать. Осторожно, не наступите на бумаги, юноша. Я же читаю. Да и в мыслях не было. Эх, забавно вы сказали. В мыслях не было. Что в этом забавного? Видите ли, все мои мысли после смерти посвящены мыслям. Я осознала, что горжусь своим разумом. Чем вы здесь занимались? В Менделееве-то? Химии? На это интересно, да. Я занималась поиском областей для дальнейших исследований. И знаете, что выяснила? Что же? Куда угодно можно развивать химические исследования, кроме одного направления. Время. Лишь во времени не происходит химических процессов. Ошибка выжившего? Может, стоило и не искать новое, а изучать пробелы? Какой у вас живой ум? Да уж и не говорите. По иронии, времени мне и не хватило. Но это не важно. Я склоняюсь к тому, что времени не существует. Это лишь совокупность действий и мыслей, которыми я теперь и увлеклась. Хм, порой говорящие довольно веселые покойники. Но покойник происходит от слова покой. А на покое нет смысла грустить, верно? Особенно с ясным рассудком. А я вот думаю, что запертый в теле разум – это жутковато. Если вы вольны им распоряжаться, то вовсе нет. А почему вас это так занимает? Видите ли, юноша, я была на краю. Возраст, деменция, снижение когнитивных функций. С коллективом мы совершили невероятный эволюционный скачок. Но тело не перестало увидать, соревнуясь на скорость с мозгом. Осознание того, что тело переживет мой разум, было ужасным. Врачи давали мне не больше года. Неумолимость химии. Да, страшно. Было страшно. Теперь наоборот. Старость – лучший стимул для действия, молодой человек. А вечность – отличная формула. И теперь? И теперь я бабушка, победившая время. Разум ведет меня, а не химия тела. У меня есть потенциальная вечность для новых знаний. Интересно, но мне надо идти. Тогда в бой, юноша. И помните, разум ведет. Вопрос лишь в том, куда. Вот же угораздило тут застрять. Это наш дом. Мы будем вместе его защищать. Не дом, а тюрьма-то хотела сказать. Ну, не злись. Я же буду выпускать тебя погулять. Ну, журавливый пюсик. Так, ну и где мне гулять? О, на поверхности есть прекрасные места для прогулок. Но обязательно возвращайся, как только поговоришь со старухой. И ты вот так меня отпустишь? Вдруг я не вернусь. Ты так считаешь? Я тебе полностью доверяю, мой муж. Поговори со старухой. И возвращайся. Не проблем. Не пошли там власть. Не пошли там. Давай! Давай! Во-первых. Россия, Михайловская, Чем тебе так баба Зина не угодила? Она хочет овладеть моими способностями, как и мерзкий подонок Петров. Да не трогал я его. Я же говорил, что он сам. Ну конечно, пупсик. Так все и было, как я и сказала, я полностью тебе доверяю. И он сам! Я вот все думаю, как ему Филатова голову-то пришила. Что она сделала? Мой наивный сережка. Чего? Милый, в доскушку Филатова просто вытащил из мозга недостойного слизняка датчик снижения. Петров просто подкинул его уже мертвому человечешке. Это же так очевидно. Перестань смеяться, очевидно ей. Петров, сволочь, вот что очевидно. Отстань, мне надо подумать. О, какой сердитый бука. Ну хорошо, подумай. Позитивно. Хм, откуда такая веселая? Из Екатеринбурга. Я на предприятие только устроилась. Ой, такая везучая, что оказалась здесь. Самый сбой. Не очень вам повезло. Так это два дня назад было. Уверена, все уже исправили и больше такого не повторится. Но ваша правда. Должно быть это кошмар. Умереть вот так. С первой-то рабочей. Да как бы... Что ж, не буду портить вам день. Успехов. Так, не успехов. КВ-блок «Алёнка». Активируй его, когда станет совсем туго, и я приду к тебе на помощь. Да будет тебе, он выпил-то всего рюмку. Ладно, после того, как опустошил все мои запасы, это правда. Но мужик, как кремень, жесткий, здоровый, как шкаф. Перчатка еще такая у него. Вошел в дверь, ушел в загул. В смысле, почему? Ты знаешь, что он один во время инцидента тут выживал? Три дня почти. Против всех машин. Чего он там насмотрелся, одному черту известно. Пусть, хотя, повитая его спасет. Нам после такого всем бы не помешало. Внешне на шоколад похоже. Правда, мило? Это будет для тебя своеобразной вкусняшкой. Имею в виду, это расходный материал. Будь с ним экономнее. Учту. Пригодится. Чувствую, местечко тут то еще. Чувствую, местечко тут то и так. Чувствую, местечко тут loops руки. Скв congestишься уже. Учту. 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 Продолжение следует... 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 Матерая деревенька. Чего только не повидала. Эксперименты с биомами, Сергей. Не всегда удачные, но людей, поверьте, отсюда вывезли. Да я даже и не... Все нормально, профессор. Продолжение следует... 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 Товарищ Лебедев, как слышите меня? Прием! Слышу вас хорошо, Сим. Вы нашли бус. Так точно. Подберите ее телекинедом и несите ко мне. Бус можно и на землю бросить. Ее всегда можно подобрать. Но потеряется, ведется искать заново. Понятно. Товарищ Лебедев... Товарищ Лебедев... Вы в порядке, Сергей? Я спущу вам лифт. Замечательно, П-3. А теперь отдайте бусу Терентью. Кому? Ну, на. Ну или так, Терентьи. Я пока извлеку из носителей все коды, а да, и помогу вам с пушками. Это поможет в охоте на бус. Да, Терентьи, иди подготовь оборудование. Ну, вы пока походите здесь, отдохните. Может, почитаете что-нибудь. Лифт все время в вашем распоряжении. Сохранение данных. Музыка. 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 Продолжение следует...